Федункиф Марина Гавриловна. Яркая и харизматичная актриса, известная по комедийным образом шоу и сериалах. Широкую популярность получила благодаря роли мамы Коляна в ситкоме «Реальные пацаны» и участие в шоу Comedy Woman. Марина Федункиф родилась 27 августа 1971 года в городе Перин. Отец по профессии был пианистом и преподавал в музыкальной школе, а мать технологом пищевого производства. Детство будущей артистки прошло в одной из украинских деревень, где ее воспитанием занимались бабушка с дедушкой. Активная и легкая на подъем Марина участвовала во всех представлениях и постановках местного клуба. Глава семьи уверял, что дочери не дано освоить актерское мастерство. Но Марина еще в школьном возрасте написала юмористический сценарий о самогонщиках и поставила его в сельском клубе. После чего она начала ввозить трупы на гастроли по соседним поселкам и зарабатывала свои первые деньги. Окончив школу в Украине, Федункиф вернулась в Пермь, где поступила на учебу в Институт культуры. Училась на режиссерском факультете, но конфликтный характер не дал ей закончить учебу. После стычки с преподавателем студентку отчислили на втором курсе с формулировкой за профнепригодность. Спустя два года девушка решила продолжить образование и вернулась в то же учебное заведение, но уже к другому мастеру, Виктору Ильеву, с которым у студентки сложились теплые отношения. Позднее он называл Марину своей лучшей ученицей. После окончания института в 1998 году Марина начала играть в КВН и писать сценарии для студенческих юмористических проектов. Спустя некоторое время она стала директором студенческого КВН и режиссером театрального коллектива Фармацевтической академии в Перми. В начале 2000-х команда КВН Пермской фармацевтической академии присоединилась к уже существующей Добрянке. Общими силами Марины и остальных сценаристов коллектив победил в первой лиге КВН и попал в высшую лигу. Федункин неоднократно становилась лауреатом студенческой весны за актерское мастерство и талант драматургии. КВН стал для девушки путевкой на телевидении. Среди ее первых проектов юмористические скетч-шоу «Даешь молодежь! Все по-нашему!» и «Валера ТВ» на телеканале СТС. После яркого дебюта на телевидении Марину пригласили в сериал «Реальные пацаны», где она перевоплотилась в колоритную маму Коляны. В интервью актриса поделилась с поклонниками секретом происхождения своих козырных словечек. Как оказалось, заковыристый и цветастый лексикон Марина позаимствовала у собственной свекрови. Звезда использовала привычки и стиль поведения матери гражданского мужа, взяв их за основу создаваемого образа. Судя по восторженным откликам зрителей, роль она сыграла великолепно. В 2010 году Федунки в компании с Натальей Медведевой, Кристиной Асмус и Олегом Верещагиным приняла участие в юмористическом спектакле «Счастливый номер». Спустя год постановка поменяла название на «Подыскиваю жену недорого». В ней Марина сыграла уже знакомую зрителям роль мамы Коляны. С 2011 года артистка снимается в некоторых выпусках юмористического шоу «Камеди Вумен», а с 2013 года становится его постоянной актрисой. Роль телеведущей Федунки впримерила на себя в октябре 2016 года в программе «Всё просто» на телеканале «360 градусов». В декабре того же года в интернете состоялась премьера мини-сериала «Подруга», в котором Марина снялась вместе с бывшей солисткой группы «Винтаж» Анной Плетневой. Сюжетом сериала стали увольнения Марины из «Камеди Вумен», а Плетневой из группы «Винтаж». Через месяц после этого в свет вышли одноименный совместный сингл Федункин и Плетневой и видеоклип на него. В фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» актриса снялась в образе медсестры Тони. Блестящий актерский ансамбль комедии дополнили Александр Рева, Глюкоза, Дмитрий Нагиев и Евгений Герчаков. В прокате в 2018 году лента собрала более 450 миллионов рублей при бюджете в 120 миллионов, что подвигло продюсеров на съемку третьей части «Приключений» представителей семейства Рубинштейн. В комедии «Реальные пацаны против зомби» 2020 года артистка вновь появилась в полюбившемся зрителе образе мамы Коляна. В том же году Федункин пополнила свою творческую биографию треком «Байланда» и клипом на песню «Лавстори». В видео о курортном романе снились многие звезды эстрады, такие как Николай Цискоринза, Николай Басков, Наталья Королева и другие. Также Марина порадовала любителей юмора сценкой знакомства вместе с Тимуром Батрудиновым и Александр Ревый в Comedy Club. Артистка ведет свой ютуб-канал «Марина Федунки в шоу», где выкладывает скетчи, песни, клипы и вайны, в которых пародирует поведение женщин на 8 марта, на свадьбах и в повседневной жизни. Кроме этого, она является популярным инстаграм-блогером. На страничке, где более трех миллионов подписчиков, Марина выкладывает фотографии как из творческой, так и из личной жизни. Личная жизнь Марины Федунки в отличается тем, что долгое время артистка предпочитала только гражданский брак. Первым ее избранником стал однокурсник Сергей Щелчков. Отношения начались еще в студенческие годы и продлились 12 лет. Марина говорит, что семейное счастье разрушило зависть. Молодой человек так и не смог смириться, что супруга играет в КВН. Второй избранник Марины, предприниматель Михаил, относился к карьере звездной жены с пониманием и уважением. Он обладал прекрасным чувством юмора и давал дельные советы актрисе. Познакомились супруги благодаря счастливому случаю. Марина опаздывала на празднование собственного дня рождения и пыталась поймать такси. А в результате поймала второго мужа, который вызвался ее подвезти. Мужчина сразил звезду бесхитростным характером, прямолинейностью и тонким юмором. Но в 2017 году актриса сделала официальное сообщение о том, что ее второй брак тоже распался. Отношения продлились 13 лет. По словам Федунки, она не видит в расставании с мужем крах личной жизни. Любовь между супругами давно прошла и отсутствие детей в семье не обязывало продолжать отношения. В июле 2021 года в СМИ появилась информация, что Федунки вышла замуж за 37-летнего итальянца-бизнесмена Стефана Маджи. Марина известна всем как любительница домашних животных. Она дарит свою любовь, заботу и внимание трем кошкам и двум собакам. В свободное время она проводит в своем доме в Подмосковье, где мечтает о женском счастье и маленьком ребенке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова